Приветствую вас, друзья, на моем канале. Продолжая тему вишни, я на этот раз приготовлю вишневый сироп. На чем хороший этот сироп? Тем, что он очень вкусный. Его можно разбавлять холодной водой, и он не занимает много места в доме. Значит, поскольку у меня большая порция, я возьму большую кастрюлю. У меня 10-литровая кастрюля, кастрюля эмалированная. Значит, пропорции можете взять сами. Значит, на килограмм вишни нам понадобится килограмм сахара и 3 кружки воды. Значит, 3 обычные кружки воды. Значит, смотрим, как это надо все делать. Итак, приступаем к приготовлению. Для начала нам понадобится, значит, как видите, я не выкинула веточки и листья вишни. Их нам надо разложить на дно кастрюли, вот таким образом. Естественно, все у меня здесь предварительно тщательно помыто. То есть, таким вот образом раскладываем. Как бы делаем подушку для наших вишен. И сами вишни сюда высыпаем. Вот таким вот образом всю вишню сюда выливаем. Значит, поскольку у меня здесь 7 килограмм вишни, я сюда добавлю воды. Значит, у меня здесь 12 стаканов воды. Я предварительно отмерила. Так. Сахар на этом этапе мы не добавляем. Нам надо, чтобы вот эта вот вся смесь у нас проварилась на умеренном огне. Я покажу в процессе, как это все должно выглядеть. Теперь кладем на огонь. Как видно, у меня кастрюли с вишней уже на огне. И так я буду варить их до тех пор, пока они не сварятся. И в результате не потрескаются и не отдадут свой сок. Потом в процессе варки я покажу, как это будет выглядеть. Теперь закрываем крышку плотно и варим. Продолжаем варить. В таком процессе мы сейчас находимся. Видно, да, какие они у нас? Можно сказать, где-то 40 минут они у меня варятся. Наверное, еще полчаса прокипячу. Пусть весь свой сок ягоды отдадут. И потом будем сцеживать. На полтора часа у меня варится уже вишня под закрытой крышкой. Видите, она вся ослабела такая. Легко поддается такому размятию. И теперь мне нужно все это дело хорошенько процедить. Но это я все оставлю за кадром, потому что кастрюля большая. Мне будет делать сложно и снимать. Поэтому процедим и продолжим. Как видно, я уже один раз процедила все это дело. И это теперь буду делать во второй раз. Уже с помощью марли. И ту же кастрюлю, в которой я варила, я помыла. И в ней же буду делать уже сироп. Значит, положила вот так, чтобы мне было удобно. Ну, уже смотрите, чтобы вам тоже что-то такое подберите. И вот этот же сироп пропускаю через марлю. Делаем это аккуратно, чтобы не было брызгов. И так продолжаем. Теперь ягодки процеживаем. Таким вот образом собираю. И так вот надавливая весь сок. Значит, моя горячая. Ну, я думаю, тут уже все понятно. Каждая хозяйка разберется. Как бы весь сок из ягод таким образом выдавливаем. Вот что происходит у нас здесь. Все, значит, закончу и продолжим. И так, дорогие мои, продолжаем. Как видно, я уже процедила. Все мое добро. И теперь, значит, в этот процеженный как бы сироп я добавляю сахар. Так, понемногу. Значит, сахара кладем, как я уже сказала выше, на 1 килограмм вишни, килограмм сахара. То есть, я приготовила большую порцию. У меня здесь было 7 килограмм вишни. Собственно, поэтому я положила 7 килограмм сахара. Растворяю в сахар и кладу вариться уже до готовности. На этом этапе я покажу, как удалить пенку. Вскупела почти наша жидкость. Шумовкой аккуратно удаляем. Итак, сироп уже готов. Теперь пришло время заливать его по банкам. Это можно делать как в горячем виде, так и в холодном. Банки у меня уже предварительно простеризованы. Насухо. Вытерты. И крышки тоже. Крышки надо кипятить минут 15. Или 10. Насухо вытереть. И только после этого закрутить банки. В принципе, в каких банках закручивать сироп выбираете вы. Это не очень принципиально. Можно из-под бутылок там, допустим, выпили сок. Тоже можно помыть. насухо подсушить под солнцем. и закрыть уже в холодном месте оставить. И так, хорошенько закручиваете свои баночки. И после этого переворачиваете их вот так вот. оставляете до полного остывания. Теперь приготовим из него, собственно, напиток. И так, дорогие мои, продолжаем. Теперь из этого сиропа приготовим прохладительный напиток. Что мы для этого делаем? У меня уже здесь, в этом кувшине, охлажденный сироп. Заливаю в кувшине чуть больше. На него заливаю холодную воду. Соотношение пропорции вы должны посмотреть по-своему. Кому-то нравится послаще, кому-то не очень. Вот таким образом разбалтываем. Попробую на вкус. Мне в самый раз. И заливаю в стакан соль. Конечно, если у вас ой, какие непослушные меня. Если сезон летний, конечно, будет приятно употреблять со льдом. Сегодня, как и всегда, я показала вам еще что-то из моей коллекции кулинарной. Теперь попробуем на вкус. Действительно, очень вкусно. Этот вишневый аромат и цвет, я думаю, не оставит равнодушным никого. И, как всегда, если вам нравятся мои творческие успехи, то делитесь моими видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!